Год только начался, а у налоговой милиции уже есть результаты. В январе областное управление обеспечило поступление в государственный бюджет почти 5 миллионов гривен, закрыло 8 подпольных цехов и установило 7 фактов незаконной игровой деятельности. Подробности далее. Более двух десятков уголовных дел в январе возбудили по материалам налоговой милиции. Основная часть из них за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 7 за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров. Подделывали и распространяли алкоголь, табачные изделия и даже бензин. Продолжается борьба с нелегальным производством товаров народного потребления. В текущем месяце уже выявлена деятельность 8 подпольных цехов, из них 6 по производству алкогольных напитков. Под известными торговыми марками в небольшие магазины и на рынке поступал фальсификат вместо настоящих ликероводочных и табачных изделий. Чтобы избежать покупки некачественного товара, Олег Трохин рекомендует покупателям обращать внимание на акцизные марки, голограммы и другие защитные механизмы. Контролируя выполнение требования закона Украины о запрете игрального бизнеса, сотрудники налоговой милиции продолжают выявлять подпольные игровые заведения. В течение уже января месяца было выявлено 7 фактов незаконной деятельности, связанных с проведением азартных игр. В ходе проверок изъято 119 единиц игрового оборудования, автоматы различные. Прибыльный бизнес некоторые предприниматели не закрывают даже вопреки запрету. Оперативными методами эти лица устанавливаются, говорит начальник штаба налоговой милиции. Приходите в казино, говорят, а мы здесь не осуществляем, мы просто для себя поставили для интереса. То есть доказывается факт игры, сумма получения выигрыша. На сегодняшний день в Запорожье большая часть игровых заведений закрыта. По неофициальной информации некоторые все же продолжают работать, только осторожно, предоставляя свои услуги исключительно постоянным клиентам. Нелегалы опасаются проверок со стороны правоохранительных органов. Но даже игровые заведения, которые сейчас закрыты, не спешат снимать вывески и продавать оборудование.